Алтай и Курск взрываются в России. Москва замерзает, а Путин обстреливает Белгород. Российские террористы бомбят Украину, партнеры обещают дальнобойное оружие, а США боятся запуска ядерки РФ в космос. Флот РФ идет на дно, Кремль срочно меняет начальников, а вот проигрыш в борьбе за море изменить уже не в силах. В силах изменить все на пути к нашей победе и рассказать о главных новостях дня мы, а вы прожить этот день с нами здесь и сейчас за 20 минут. Я Ирина Услова. Повода для беспокойства нет, но что-то бумкает. Местные власти оправдали громкие звуки технологическим процессом. В соцсетях сообщают, взрыв прогремел на подсанкционном производстве. Произошло это в городе Биск Алтайского края РФ утром 15 февраля. Об этом 6.27 сообщили в телеграм-канале с местными новостями Биск 22. Авторы контента передали, что их читательница услышала взрыв. Кто-то знает, что это было минут 10 назад, написала в панике россиянка. Впоследствии в медиа передали, что в городе прогремел еще один взрыв. В районе 11.00 что-то бумкнуло, рассказал подписчик канала. Новые ощущения у россиян бумкает. Мэр города Биск Виктор Щигрев 8.00 подтвердил, что в районе промзоны могли слышать хлопок. Это согласно технологическому процессу. Проводились работы одними из предприятий нашего города. Повода для беспокойства нет, заверил Щигрев. Второй взрыв, который прогремел после 11.00, городской глава решил, впрочем, даже не комментировать. Действительно, к чему эти излишества? В соцсетях информируют, что взрыв прогремел на заводе АО Федеральный научно-производственный центр Алтай. Это предприятие в Биске находится на расстоянии более 3000 км от границы с Украиной и работает на вражеский ВПК. Завод Алтай специализируется на химических технологиях, а именно на взрывчатых веществах. На него уже наложили санкции ряд стран. Компания является российским предприятием военно-промышленного комплекса, которое осуществляет научные исследования производства продукции военного назначения, которое использовалось в России во время незаконного вторжения в Украину в 2022 году. Таким образом, компания несет ответственность за поддержку действий подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Говорится в справке о заводе Алтай. Конечно, технологический процесс. Конечно, ничего не бумкает. Но ждите, дальше будет бумкать только больше. Что касается взрывов, или как россияне говорят, хлопков, задымлений на предприятиях, то не всегда это неизвестные и добрые люди делают. Мы с вами, помните, уже говорили, что перегрузка идет предприятий. То есть им ставят планы, которые они, в принципе, не всегда могут выполнить, далеко не всегда. Работают в несколько смен. Квалификация персонала, от которого добирают, тоже оставляет желать лучше. Там есть определенные уникальные специальности, которых россияне не могут добрать. В итоге получается разворованная часть оборудования, старое оборудование. Чинить не могут. Чинят, как говорится, изолентой, как всегда. Ну и плюс фирменные запчасти купить не могут. Обслуживание некоторых агрегатов, станков выполняется по гарантии западными компаниями. А они ушли и прекращают выполнять обслуживание этих станков и узлов и агрегатов. И вот выходит, что к износу подходят определенные оборудования. И вот такие случаи происходят. Всегда в режиме ожидания, где постоянно что-то происходит, и жители Курщины. Спецбойцы ГУР влупили по нефтебазе в Курской области. За атакой на нефтебазу в Курской области стоит Главное управление разведки Украины, сообщают наши источники в спецслужбах. Речь идет об атаке на стратегический объект РФ в ночь на 15 февраля. Атака на нефтебазу в Курской области была операцией Главного управления разведки Минобороны Украины. Цели поражены, сказал собеседник. Впрочем, ночью кадры страшного пламени на нефтебазе Полевая в Курской области облетели всю сеть. Там в результате взрыва разошелся мощный пожар, небо раскрасило незабываемая гамма взрывных красок. На территории нефтебазы загорелся резервуар объемом 100 тонн. Украина нанесла удар по девятому нефтяному объекту в России с начала лишь этого года. Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Курской области. В результате попадания дрона на объекте начался пожар, сообщил и губернатор региона Роман Старовойт. По предварительной информации, пострадавших нет, все спецслужбы в данный момент работают на месте. Прошу сохранять спокойствие, писал он в телеграм-канале. Но вот в этот раз таки с последствиями на земле. Атака на нефтебазу Полевая стала девятой с начала 2024 года. В ночь, буквально на 9 февраля, беспилотник ударил по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае, что привело к возгоранию. 3 февраля в результате падения сбитого беспилотника пожар произошел на территории Волгоградского нефтеперерабатывающего завода. Тем временем паника охватила и военные аэродромы РФ. Минонступление России проверило военные аэродромы на устойчивость к массированным ударам и чуть не укачало. В ходе учений спецподразделения российской армии отрабатывали восстановление взлетно-посадочных полос и мест стоянки самолетов. По словам экспертов, учения проходили сразу в нескольких регионах, в том числе на западном и южном стратегических направлениях. К ним привлекались инженерно-саперные подразделения, которые заделывали воронки и отстраивали капониры для защиты самолетов от осколков. На этом хит-парад очень хороших для нас и очень плохих новостей для России не исчерпывается. Хотя они, может быть, об этом никогда и не узнают, ведь известий больше нет. Неизвестное пламя охватило здание «Известия Холл» на Пушкинской площади в Москве. Полыхала кровля, один человек пропал без вести. Как сообщают некоторые РосСМИ, огонь начал бурлить в здании «Известия», затем опрокинулся на ночной клуб «Лукинг Румс» и сжег бар «Резиденция». Из здания экстренно эвакуировали людей, движения на дорогах перекрывали. Площадь пожара в здании «Известия Холл» в Москве составила до 1500 квадратных метров. Путин, хорош бомбить Белгород. Впрочем, дело ваше. Разбирайтесь сами, но не стоит огульно втягивать в руку кривость своих ПВО, наши ВСУ. Днем в четверг, 15 февраля, в российском Белгороде прогремели взрывы. Настоящий Гладков губернатор региона пожаловался о погибших, раненых и о прилете в торговый центр. В сети сообщают, что российское ПВО продолжает убивать жителей Белгорода. Тем временем Минобороны РФ заявила и поплакалась об ударе по Белгороду реактивной системой залпового огня РМ-72 Ампир. А вот о некорректной работе своих ПВО решили умолчать. Не молчит, к сожалению, внимающих глава оборонного комитета Госдумы РФ Андрей Картополов. Говорит, все конспектирую, во всем почему-то обвиняет Чехию. У нас много случаев, когда западное оружие работает по нашей территории. Мы это все видим, фиксируем и придаем счет. Тем, кто продолжает поставки этого оружия на Украину. На крестик поставил. Не умеющая двигать мозгами, особенно за бесплатно, Маргарита Симоньян, зачем-то, хоть никто не спрашивал, озвучила свой вердикт. Убеждена, надо двигать границу. Повторяясь за сумасшедшими идеями своего начальника, как она называет Путина, который бредит какими-то демилитаризованными зонами. Конечно, надо, Маргаритка, до стен Кремля. Ведь этот процесс может быть более чем двусторонним. Утром в четверг, 15 февраля, Россия атаковала Украину 26 ракетами различных типов. Воздушные силы сообщили, что уничтожить удалось 13 из них. В частности, российские оккупанты запустили по Украине 12 крылатых ракет Х-101, Х-555, Х-55 самолетов стратегической авиации Ту-95МС «Энгельс». 6 баллистических ракет «Искандер-М» КН-23 из Воронежской области РФ. 2 крылатые ракеты «Калибр» из Новороссийской РФ. 4 управляемые авиационные ракеты Х-59 со временно оккупированных территорий Запорожской области и Курского региона. 2 зенитные управляемые ракеты С-300 из Белкородской области. Дешевые террористы-манипуляторы мстят за потопление Цезаря Куникова. Цели и нюансы ракетной атаки прокомментировал в нашем эфире спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. В этот раз фактически впервые в нашей сводке сообщаем о том, что вместе с ракетами «Искандер-М» могли использоваться и северокорейские ракеты, обломки которых уже были найдены и задокументированы в Украине. Вот такой результат. Из 26 ракет в общей сложности 13 были уничтожены. Результат ясен нам почему. Большое количество, это 6 баллистических плюс С-300 были ракеты, атакующие по баллистической траектории. Что касается северокорейских ракет, то это тот же «Искандер», только северокорейского производства. Обычно с привлечением технологий российского промышленного комплекса. Утром 15 февраля российские маньяки нанесли очередной ракетный удар по Украине. Как видите, удар комбинированный. Ракеты разного типа враг направил на Киев, они заходили на город по разным направлениям. Воздушная тревога в столице, в частности, длилась более двух часов. С силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские ракеты, которые летели на столицу, были уничтожены, говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации. По оперативной информации, в столице обошлось без жертв и разрушений. Система жизнеобеспечения города работает в штатном режиме. Во время ракетной атаки по Украине во Львове гремели взрывы, было несколько попаданий. Об этом сообщил городской глава Андрей Садовой. На регион летело более 10 ракет. ПВО хорошо отработали эту атаку, но все же одно попадание в объект инфраструктуры. Взрывной волной выбило окна в жилых домах на улице Научной. Повреждены припаркованные авто, а также задело школу. Военные цели террористов, как всегда. Впоследствии начальник Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что в результате утренней атаки россиян на Львов пострадали трое людей. В Запорожье россияне ударили по объекту инфраструктуры. Также армия РФ атаковала объекты гражданской инфраструктуры на Днепропетровщине. В Нинской области в результате массированной ракетной атаки два человека получили ранения. Больше, больше защиты украинского неба. Союзники нас услышали. Одной из главных тем 19-го заседания стран-партнеров Украины в формате «Рамштайн», которое прошло 14 февраля, стала поставка в СУ систем ПВО и ракет к ним. Об этом заявил начальник управления прессы и информации Министерства обороны Украины Иларион Павлюк. По его словам, положительные новости относительно этого есть, но озвучивать их пока не стоит. Не секрет, что усиление противовоздушной обороны Украины – это одно из насущных требований. Постоянно среди перечня потребностей Украины ракеты для систем ПВО – новые системы. Результатом этого «Рамштайна» станет то количество систем и ракет, которые предоставят Украине. Не будет целесообразно раскрывать какие-то цифры. Часто мы не публикуем данные, даже когда системы уже приезжают к нам. Но здесь нужно отметить, что на противовоздушной обороне был фокус внимания, сказал Павлюк. Он также добавил, что одной из тем «Рамштайна» стало выделение Украине дальнобойных ракет для более удачного уничтожения оккупантов в тылу, их логистических путей, складов и командных пунктов. И на этом «Рамштайне» партнеры сами говорят о необходимости для Украины предоставить вооружение, которое обеспечит глубину поражения. У нас есть полное понимание, что это является частью обескровливания нашего врага, и поэтому это обсуждение стало частью вчерашнего «Рамштайна». Наши партнеры прекрасно понимают, что нам нужно, какое именно вооружение. Великобритания прекрасно понимает все и поставит Украине несколько тысяч беспилотников. Об этом заявил министр обороны этой страны Гранд Шапс накануне встреч с союзниками в Брюсселе и Мюнхене. По его словам, речь идет о пакете военной помощи, в котором Украине предоставят тысячи беспилотников общей стоимостью в 200 миллионов фунтов стерлингов. Это 251 миллион долларов США. Пакет Британия готовит совместно с Латвией, и мы гарантируем, Путин потерпит поражение в своих незаконных и варварских амбициях. И будет по делам. Ад в Авдеевке. Вот что приносят русские преступники на наши земли. На Авдеевское направление для подкрепления сил обороны срочно передислоцировали третью отдельную штурмовую бригаду. Этот факт официально подтвердили в пресс-службе третьей отдельной штурмовой бригады. Третья отдельная штурмовая подтверждает, что было срочно передислоцировано на усиление украинских войск в районе Авдеевки. Ситуация в городе на момент заведения бригады чрезвычайно критическая, говорится в сообщении. По информации пресс-службы, на отрезке контролируемого бригады фронта сосредоточены 7 бригад российских войск. Военнослужащие третьей отдельной штурмовой бригады провели рейд в захваченной армии РФ районы города. Мы вынуждены воевать на 360 градусов против новых и новых бригад, которые завозит противник, заявил командир третьей отдельной штурмовой бригады Андрей Белецкий. Также в третьей ОШМБР рассказали, что за время пребывания на Авдеевском направлении военнослужащие бригады нанесли критическое поражение российским войскам. О потерях армии РФ сообщают после подтверждения данных. В то же время объективная ситуация в Авдеевке остается угрожающей и нестабильной. Враг продолжает активную ротацию своих войск и перебрасывает в город новые силы и средства, добавили в третьей отдельной штурмовой бригаде. Украинские воины частично отходят на более выгодные позиции в Авдеевке Донецкой области. Об этом сообщает спикер силы обороны таврийского направления Дмитрий Лиховий. Он отметил, в момент захода третьей штурмовой в город там не осталось ни одной целой подготовленной позиции. Также он призвал не верить российской пропаганде и заверил, что каждое украинское подразделение в Авдеевке знает свой маневр и имеет свои задачи. Что касается непосредственно Авдеевки, где линия фронта очень динамична и происходит маневр нашими подразделениями для иногда отхода на более выгодные позиции и иногда отбивания позиций, то ключевое сообщение по этому поводу – эвакуация и снабжение в Авдеевку затруднено, но задействована запасная логистическая артерия, которая была подготовлена заранее. Каждое подразделение знает свой маневр, у каждого есть своя задача. Видно общую картину событий, которая складывается. Предусмотрены запасные варианты развития событий. Откроет ли Сырский ворота Донецка-Зеленскому? Битва за Авдеевку покажет, способен ли новый главнокомандующий Киева Александр Сырский преодолеть пропасть между возможностями ВСУ и политическим желанием Зеленского не сдавать этот важный плацдарм. С такой статьей выходит издание Financial Times, анализируя ситуацию на этом участке фронта и мнение западных военных стратегов. Сейчас президент Украины, похоже, не собирается отдавать России Авдеевку. Как и прежде, в случае с Бахмутом перед военными задача обороны этого города – приоритет, пишет издание. Ситуация в зоне Авдеевки тяжелая, об этом говорят как в Украине, так и на Западе. Еще до выходных казалось, что город обречен на российскую оккупацию, что Киеву в конце концов придется его уступить, отмечая СМИ. В частности, разведывательная группа Front Intelligence Society утверждала, относительно сдачи Авдеевки встал вопрос не если, а когда. В то же время Сырский в интервью немецкому телеканалу ZDF, записанном до его назначения 8 февраля, признавал, что украинцы не могут идти в наступление и планируют встать в глухую оборону Авдеевки. Издание разделяет мнение некоторых военных экспертов о том, что падение Авдеевки стало бы для лидера Путина РФ самой выдающейся победой со времен уничтожения Бахмута. Там акцентируют, что президент России предпочел бы видеть результат оккупантов до наступления так называемых новых президентских выборов. Financial Times считает, что для Украины Авдеевка это ворота в соседний Донецк. То есть шанс вернуть центр украинского оккупированного востока, который РФ контролирует с 2014 года. В то же время потеря этого города сделает почти невозможным освобождение Донецкой армии Украины, ведь отступлением из-под Авдеевки артиллерия ВСУ также оставит позиции, необходимые для ударов по коммуникационным линиям города, подчеркивают в статье. Военный аналитик сайта Substack Генри Шлотман считает, что у Зеленского и Сырского есть рациональные причины сражаться за Авдеевку. Флот затонул, терпение лопнуло. Командующий Черноморским флотом России адмирал Виктор Соколов снят с должности. Такую информацию разгоняют российские задвоенкоры. Снят, если жив, конечно. Напомню, после прилета в штаб Черноморского флота РФ в сентября прошлого года его никто так и не видел. Как пишет близкий к Минобороне РФ канал военного преступника Рыбарь вместо Соколова, возглавившего флот осенью 2022-го, фактическое командование принял начальник штаба. Согласно данным, на сайте ЧФРФ эту должность занимает вице-адмирал Сергей Пенчук, в прошлом командовавший Каспийской флотилией. Об отставке Соколова, кавалера орденов за заслуги перед Отечеством, за военные заслуги и ордена Нахимова, командовавший походом российского флота к берегам Сирии в 2022 году, также пишет канал Alex Returns. Он подтверждает назначение на место Соколова 53-летнего Пенчука уроженца Севастополя, который с февраля 2022 года находится под персональными санкциями Евросоюза. Сообщения о смене командующего ЧФРФ второго с начала войны с Украиной появились на следующий день после того, как в Черном море ударом ВСУ был затоплен большой десантный корабль «Цезарь Кунников». Впрочем, официального подтверждения этой информации нет. Полная потеря контроля в Черном море, изменение диспозиции на южном участке нашего фронта, эффективность истребления кораблей РФ оценил эксклюзивно в нашем эфире советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. В Певденном направлении, в акваторию Черного моря, Украина демонстрирует совсем другие подходы к ведению боевых действий. И эти подходы абсолютно шокуются и для россиян, и для наших партнеров. И очевидно, что из этого нужно делать висновок. Если Украина будет иметь соответствующие инструменты в большей количестве, то, безусловно, Россия достаточно тратит будь-який стратегический перевод. Это именно на певдень региона. Ну, это в Азии и Певдень Украины, и Півострів Украины, и акваторию Черного моря. Другая стратегия абсолютно точно. Зрозуміло, что знищение червового великого десантного корабля РФ говорит о том, что российские военные силы это трое-таки иначе выглядит, чем про это говорила пропаганда России. Ну, то они не готовы до масштабных высокотехнологичных боевых действий. Это не только касается, кстати, Черноморского флота, это в целом касается российских военных сил. Они готовы, безусловно, до больших масштабных боевых действий, но исключительно через количество ресурсов, которые есть в Российской федерации. Ликвидацию украинскими войсками российского десантного корабля «Сазарькуников» скорее всего еще больше ограничат ресурсы РФ в Черном море, а также сделают логистическую цепочку вражеского Черноморского флота уязвимой для новых атак, сообщают британские разведки. На это судно возлагались большие надежды по материально-техническому обеспечению Черноморского флота и войны России в Украине. Потеря судна почти наверняка еще больше стеснит ограниченные российские ресурсы в Черном море и сделает логистическую цепочку Черноморского флота уязвимой для новых атак. Кроме того, в случае закрытия Керченского моста еще больше сократится резерв для поддержки логистических перевозок между материковой частью России и Крымским полуостровом, говорится в отчете Министерства обороны Великобритании. Аналитики подчеркивают, что изобретательность Украины, скорее всего, помешала России свободно действовать в западной части Черного моря и позволила Украине перехватить у России инициативу на море. Россия запустит ядерку в космос? Разведданные о космическом ядерном оружии России спровоцировали целый переполох в США. Там получили новые разведданные о потенциальной способности России развернуть ядерную противоспутниковую систему в космосе, что может стать серьезной угрозой для Америки. 14 февраля 2024 года республиканец Майк Тернер, возглавляющий комитет по вопросам разведки палаты представителей США, спровоцировал настоящий взрыв в политическом и медиапространстве Соединенных Штатов. Он заявил о наличии разведданных о серьезной угрозе национальной безопасности США. Он уточнил, что речь идет о дестабилизирующем иностранном военном потенциале, о котором должны знать все политики Конгресса. Как пишет CNN, после такого приглашения законодатели Конгресса немедленно поспешили в подземные спецкомнаты палаты представителей США, чтобы ознакомиться с разведданными. Один из членов демократической партии, имеющий большой опыт работы с вопросами нацбезопасности, сказал CNN, что он и его коллеги еще никогда ранее не получали столь срочных извещений о подобных вопросах за все время работы в Конгрессе. Впоследствии американская пресса выяснила, что речь идет о данных о прогрессе России в разработке нового противоспутникового ядерного оружия космического базирования, которое может угрожать американской сети спутников. Первым об этом сообщил ABC News. Впоследствии аналогичные данные подтвердили The New York Times, Reuters, CNN и другие медиа. По данным New York Times, США уже проинформировали не только Конгресс, но и своих союзников в Европе об этих разведданных. В то же время из многочисленных комментариев американских законодателей, которые ознакомились с секретной информацией о разведке США, следует, что угроза не является немедленной и неотвратимой. Джим Хаймс, главный представитель демократа в Комитете по вопросам разведки Конгресса США, отметил, что данные важны, но это не повод для паники. Спикер Палаты представителей США, республиканец Майк Джонсон, в комментарии с журналистом отметил, что причин для тревоги нет, и указал, что эти же данные были известны ему по меньшей мере с января. Мы просто хотим убедиться, что все под надежным контролем. Мы работаем над этим вопросом, поэтому нет причин для тревоги, сказал Джонсон. Советник по вопросам национальной безопасности президента США Джейкс Салливан заявил, что он был удивлен шагом Тернера, который решил придать такую огласку данным разведки. Салливан подчеркнул, что 15 февраля все равно планировал сообщить об этой же информации законодателям. На сегодня запланирован специальный брифинг для банды восьми, ведущих представителей демократов и республиканцев в Сенате и Палате представителей США, которые являются членами соответствующих комитетов по вопросам разведки. Предсекретарь Путина Дмитрий Песков ожидаемо заявил, что данные о планах России разместить ядерное оружие в космосе якобы являются очередной уловкой со стороны Белого дома. Я никак не могу прокомментировать, но очевидно, что Белый дом пытается правдами или неправдами подвигнуть конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег. Это очевидно. На какие уловки будет Белый дом пускаться, посмотрим, заявил конспиролог Песков. О рисках, а главное, о возможностях россиян запускать такие ракеты в космос, мы спросили эксклюзивно в нашем эфире Сергея Бескрестного, военнослужащего ВСУ и эксперта по радиотехнологиям. В Российской Федерации достаточно средств баллистических ракет для того, чтобы иметь возможность делать ракетный удар, в частности, например, как тактическое ядерное удары, так и стратегические ядерные удары. Но я, честно говоря, не думаю, что до этого дойдет, потому что это, на самом деле, буквально развязывание ядерной войны. Даже, скорее всего, до тактического применения не дойдет на поле боя. Но, конечно, они могут чем шантажировать? Они могут шантажировать, устроить ядерный взрыв на достаточно большой высоте. При этом не будет фактора заражения окружающей среды радиации, не будет фактора, скажем так, других повреждений, ударной волны и так далее. Но это может вывести, например, полностью всю электронику. Все там со школы помнят, как работает электромагнитный импульс при ядерном оружии. И, например, высотный взрыв может повредить электронику на большой площади. И это может, конечно, морально вывести, ну, дестабилизировать там войска. Подпишут двустороннее соглашение по безопасности президент Франции Мануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Париже 16 февраля должны подписать двустороннее соглашение по безопасности. Об этом сообщает Ассоцией Дитпресс со ссылкой на французскую сторону. Соглашение будет подписано в президентском Елисейском дворце, но детали относительно содержания документа не раскрываются. Зеленский в третий раз посетит Париж со временем полномасштабного вторжения России в Украину. Которое началось почти два года назад. Президент Украины уже находился в столице Франции в феврале и мае 2023 года. И не только Париж. Украинский гарант отправился в целое турне по ЕС для важных переговоров. Президент Украины Владимир Зеленский отправляется с визитом во Францию и Германию ради разговора с Шольцем и Макроном. Последний вынужденно отложил свой февральский визит в Украину. Глава украинского государства проведет встречи с главными политиками стран-партнеров на текущей неделе, говорится на сайте президента. 16 февраля президент Украины Владимир Зеленский посетит Германию и Францию для переговоров с федеральным кастером Германии Олафом Шольцем и президентом Французской республики Эммануэлем Макроном. Кроме того, 17 февраля глава украинского государства выступит на главной сцене Мюнхенской конференции по безопасности, а также проведет ряд двусторонних встреч на ее полях. Вместе с тем у Зеленского запланированы переговоры с вице-президентом Шаком Алахари, с президентом Чехии Петром Павелом, премьер-министром Дании Мэттом Фридериксоном, премьер-министром Нидерландов Марком Лютой и другими лидерами государств и крупных бизнесов. Ты все пела это дело, так пойди же по пляши. А за выбор фото отдельная уважуха. Певица Павали, оправдывающая российскую агрессию, заочно уведомлена о подозрении. Служба безопасности Украины собрала доказательную базу и сообщила о заочном подозрении бывшему народному депутату Украины певице Таисии Павали, которая оправдывает агрессивную войну РФ против Украины. В сообщении СБУ отмечается, что накануне полномасштабного вторжения Павали уехала в РФ, где получила российское гражданство. В интервью московскому интернет-изданию коллаборантка восхваляла Путина и призывала к захвату всей территории Украины. Также она пыталась дискредитировать украинских защитников, участвовавших в боях за Киев, говорится в сообщении. Кроме того, как информирует СБУ, в сентябре 2023 года Павали выступила на концерте во времена оккупированной Луганске, где со сцены высказалась в поддержку российских захватчиков и героизировала их участие в войне против Украины. Инициированная СБУ-экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности злоумышленницы в пользу страны-агрессора. На основании собранных доказательств следователи службы безопасности заочно сообщили Павали о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Коллаборационная деятельность, публичные призывы к агрессивной войне, оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины. Поскольку злоумышленница находится на территории РФ, продолжаются комплексные меры по привлечению ее к ответственности за совершенные преступления. Также служба безопасности Украины, работая не покладая рук, собрала доказательную базу на российского олигарха Олега Дерипаску и его топ-менеджеров в Украине, поставлявших в РФ сырье для производства искандеров. В результате комплексных мероприятий Дерипаска получил заочное сообщение о подозрении. Два его топ-менеджера задержаны в разных регионах нашего государства, говорится в сообщении украинской спецслужбы. И на болотах без изменений все тонет, в фекалиях без перспективности и без надежности. И пока Путин куролесит по Екатеринбургу, в Волгограде утонула в грязи приемная «Единой России». Избирательный штаб Путина потек в прямом, да и переносном смысле. Общественная приемная «Единой России», которая расположена в 20 шагах от здания мэрии и городской думы, показательно тонет в грязи. А в здании, в котором находится штаб, явно собирается отвалиться фасадная плитка. Хотя само здание новое, построили его два года назад за 215 миллионов рублей. Это был самый дорогой объект в рамках реконструкции городской набережной. Против диктаторов традиционно в этом сезоне погода. Генерал Мороз отодвигает границы РФ как умеет, а умеет очень даже талантливо. Мощный снегопад парализовал движение при въезде на МКАД в столице страны агрессора. Собралась многокилометровая пробка, буксуют фуры. Метель в Москве длится весь день, высота сугробов к завтрашнему утру достигнет 60 сантиметров. Из-за сильного снегопада страдают электрички в Подмосковье, ходят с опозданием или не ходят вовсе. Например, один поезд намертво встал в Кусково. Как говорят железнодорожники, он сел на пузо. Обычно во время снегопада помогают снегоуборочные поезда, но, кажется, сегодня тут и этого не хватило. «Человек в море никогда не бывает одинок» – Эрнест Хемингуэй. Уверена, друзья, что и с нами вы не бываете одиноки, поэтому приходите к нам завтра. Всегда будем ждать вас на этом же месте. Вся наша команда. Я Ирина Узлова и наша программа «20 минут». Увидимся. Продолжение следует...